Я еще раз хочу поблагодарить всю общину за то, что поддержали меня, нашу семью. И я очень-очень вам признателен. Понятно, что внутри нас еще все скорбит и плачет. Но я вам хочу честно сказать, что с первого момента я вообще человек мнительный. И вопросы смерти всегда старался избегать, хоть по жизни мне приходилось к этому иметь определенное отношение, особенно в службе в израильской армии. Но я мнительный, и мне было со всем этим концептом непросто смириться. Все-таки есть такое место Писания, которое говорит, и мне его очень тяжело понять даже в этот момент, что в Писании написано, лучше ходить в дом плача, чем в дом веселья. И есть еще место, которое говорит, ибо день смерти лучше, чем день рождения. Помните такие слова? Я не могу понять эти слова, я не могу их истолковывать. Но так написано, и то, что я должен сказать, надо принять. Но нас не оставляла надежда на Бога. Все время надежда на Бога. И я просто в ужасе, когда подумаю об атеистах, материалистах, у которых уходят близкие, потому что в их случае все заканчивается. И это просто разрыв и катастрофа. Но вы знаете, я говорю об этом, это касается, наверное, только меня, но поскольку мы все семья, я думаю, эти слова важны, и всем вам услышать. Писание настойчиво заявляет, что Бог Авраама, Ицхака и Якова не есть Бог мертвых. Но у него все живы. И это должно быть частью нашей надежды. Когда-то Бог поклялся Аврааму, я не буду сейчас вдаваться в подробности этой клятвы, но ее можно упростить, сказав такими словами, твои дети, мои дети. И Ешо подтвердил это, вот теми словами, которые я только что процитировал, что у него ничто не выбывает. Все у него находится в руках. Он есть Бог живых. И Писание абсолютно однозначно говорит нам о воскресении из мертвых. Это наша старая, старая, старая еврейская вера и надежда. И вы знаете, иногда говорят, вот в Танахе, имеется в виду в Туре, в Писаниях, нету много текстов, которые говорят про воскресение мертвых. Вы знаете, кто так говорит, мало читает эти Писания. Часто там указывается, и некоторые вещи заявляются настолько безапелляционно, что вообще не о чем говорить. Вот, допустим, я люблю это место Писания, это Исайя, 60 глава, 21 стих, который говорит, и весь, весь это весь, это не только кто вот сейчас. Весь, это весь народ мой будет праведный. Что значит? Бог оправдает. Разве все евреи праведные? Есть полным, посмотрите на тюрьмы, полным-полно людей, которые бандиты. Но здесь Бог заявляет однозначно, ибо весь народ мой будет праведен. Откуда мы это знаем? Иешуа, комментируя данный стих в Римлянам, в 11 главе говорит, ибо весь Израиль спасется. Он комментирует этот стих и говорит, ибо написано, то есть не Ишуа, Павел, а в Ишуа говорит, ибо от Сиона придет Избавитель и отвратит нечестие от Израиля. Некоторые говорят, да-да-да-да, все понятно, это касается остатка. Если бы это касалось остатка, никогда бы не использовалось слово весь. Но в Писании, в 9 главе Римлянам есть слово, ибо остаток только спасется. Помните такие слова? И я уже неоднократно учил в нашей общине, что есть разные виды спасения. Эсхатологическое спасение, то есть вечность, оно принадлежит всем, всем детям Авраама. Об остатке это спасение от зла. И Израиль переживал такие спасения многократно, но только числом остаток. Помните, сколько людей вышло из Египта? Кто помнит? 600 тысяч мужчин, помните? Пускай 3 миллиона человек. По некоторым подсчетам там жило огромное количество евреев. И некоторые места Писания указывают хамищит. То есть пятая часть остаток только вышло из Египта. Вот эти 3 миллиона, это была пятая часть. То есть 15-20 миллионов евреев было в Египте. Если мы посмотрим на жизнь израильского народа на протяжении всей истории, сколько из Испании ушло живыми, которых не убили, не растворили там. Это был какой-то остаток во время Второй мировой войны. Сколько евреев погибло? Кто-то знает? 6 миллионов. Но остался остаток. То есть физически избавляется остаток. Это во времени, вот в том, что называется время наше в трехмерном пространстве. Но когда говорят в Писании об обетах Господа, говорят, ибо весь народ мой, не без Ешуа. Пожалуйста. Нет, которые слышали мои слова, интерпретировали их не так. Не без Ешуа. Но Ешуа обещан каждому из детей Авраама. И когда Писание говорит, я к Израилю присоединил язычников. Это вот к этим стихам. Нет, нет, не к этим. К прошлым стихам. Там, где написано Исайя, 60 глава, 21 стих. К обетам, когда весь народ мой праведен. Я не буду сейчас вдаваться в дополнительные эти, но доказательства. Но хочу сказать, вот когда пару дней назад я на своем фейсбуке выставил несколько цитат. Две цитаты. Одна из того, что Рамбам написал. Кто-то знает такой Рамбам? Это великий еврейский раб, мыслитель. Он не знал Ешуа. Ну, он верил в Машиаха. Но из-за тех гонений, которые еврейский народ в те времена переживал от христиан. Многие евреи как бы избегали вот этого понимания. Я верю в Ешуа, Машиаха. Но он сделал выжимку из священных писаний, опубликовал 13 основ веры. И вот два последних звучат так. Я верю полной верою в приход Машиаха. И несмотря на то, что он задерживается, я все же каждый день буду ждать, что он придет. Это Новый Завет. Только другими словами сказано. Я верю полной верой, что будет оживлением умерших в то время, когда будет на то воля Творца, чьи имя благословенное и память его вознесется навсегда, да и навеки веков. Воскресение мертвых. И Павел, Рав Шауль, подобным образом, фессалоникийцам пишет. Не хочу вас оставить, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если веруем, что Ешуа, Машиах, умер и воскрес, то умерших в вере в Машиаха Бог приведет с ним. Я не хочу больше комментировать эту тему, не о ней я хотел сегодня проповедовать. Я хотел сегодня проповедовать, на самом деле это все равно немного связано с тем, что мы переживали на этой неделе, что ушла моя мама. И вы знаете, во время Аскары на кладбище, когда собралось, нас было человек 20, может чуть больше, это после 7 дней траура. И мы стояли, читали псалмы, читали кадишки, читали какие-то места из Писаний, из Туры, из Нового Завета. Кто-то сказал такие слова, они меня немножко напрягли. Мы имеем право напрягаться от слов, правильно? То есть, некоторые говорят, все, все принимают. Нет, мы должны фильтровать. Были такие сказанные слова, Мария, маму так мою зовут. Мы благодарны тебе, что вот ты родила сына. Прямо как это. Вы знаете, это делает немножко упор не на кто-кто был человек, а на то, что после него осталось. И вы знаете, абсолютно верно, верно, с одной стороны, взвешивать, что после человека остается. Но, есть вторая область, которой мы должны взвешивать каждого человека, кто есть ты. А если после человека ничего не остается? А если человек умер, не родившись? Бывают такие случаи тоже. Один из героев Писаний, когда горе было в его жизни, сказал такие слова. А если бы, лучше бы я был, как неродившийся зародыш. Помните такие слова? То есть, бывают ситуации, когда начинается ребенок, но что-то не складывается. И материнский организм абортирует этого ребенка. Мы знаем такие вещи. Так что этот человек, чечка, этот маленький человек просто падает в землю, растворяется, и все? На самом деле, Писание определяет великую память и по нем. И даже одна еврейская экзегеза, Аль-Машиах, про Мессию, говорит, что когда Господь ведет торг с Машиахом, это не написано в священных писаниях, это около библейская тема, так там говорится, что Господь говорит, кто пойдет искупить в Мой народе Машиах? Понятно, что это про Ешел, говорит, но в том тексте без имен. Говорит, я пойду. И он говорит, если ты пойдешь, я отдам тебе тех, кто жил до тебя и после тебя, и в твое время, он говорит, мне мало их. Я хочу также тех, кто умер, не родившись. Я хочу говорить о двух концептах ценности, которые остаются после нас. Первый, это естественно, что мы видим после себя. Что остается после нас? Есть такая русская поговорка, пословица, что когда человек вырос, ему нужно сделать несколько вещей. Кто-то помнит какие? Построить дом, родить сына и посадить дерево. Ну вот так говорят, да? На самом деле, это компиляция того, что книга Берешит говорит, и сказал Бога Адаму, пру-вы-рву. Пу-вы-рву. Недавно здесь было в интернете такая маленькая разговор, а нужно ли рождать детей в этот мир, потому что в этом мире сейчас все так плохо, и зачем их рождать, потому что все... Есть заповедь, которая говорит, да, их нужно рождать. И вот как сегодня Нереки столковал родивши, не пустить их на волю проведения и случая, а что делать? Воспитывать их. Как Писание говорит, ложась и вставай, а говори сыну своему и дочери, разумеется, наставляя их, делая все максимальное. Построить дом, это то, что Бог сказал Адаму, возделывай сад. То есть, место, где ты живешь. Адам жил в саду. С милой рай в шалаше. Это про сад. А Писание, которое говорит, господствуй над всей природой, это вот как раз про мини-дерево или макси-дерево. Кто-то дерево, кто-то что-то большое построил, кто-то что-то оставил после себя. То есть, мы оцениваем по-человечески жизнь другого человека в соответствии с тем, что после него остается. И это разумно и нормально. Но если это только так, это недостойно человека. Потому что есть люди, и кто выбирает? Он выбрал или так Господь распорядился, что у них нет детей? У нас в зале такие люди есть, у которых по жизни не сложилось. Так что, этот человек, оказывается, после себя ничего не оставил? Глупо так говорить. Конечно, он, может быть, не оставил физического ребенка, но оставил какой-то сад, какое-то дерево произрастил, которое влияет на других. Но я хочу показать другой фрагмент, который освещает жизнь человека. Это та наша внутренняя составляющая, которая непосредственно связана с Творцом. Но, вы знаете, христианский мир под влиянием учения Троицы, ну, слышали такие вещи, да? Почему-то разложил человека тоже на три. На какие части? Дух, душа и тело. И некоторые говорят, ну, ведь написано в Фессалоникийцам, как там написано? А? Там написано, первое в Фессалоникийцам, сам же Бог, это 5 глава, 23 стих, давайте высветим. Сам же Бог, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранятся без порока пришествия Господа нашего, Иешуа Машеха. Я чужого стакана пил, ладно? Не отравлюсь. У нас же нету здесь эпидемии Бола, правильно? Вообще, этой водички, наверное, уже три недели. Пожалуйста. Да сохранятся, сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа, и тело во всей целости сохранятся без порока пришествии Господа нашего, Иешуа Машеха. Вы знаете, я родился в Белоруссии, и там, кто есть, здесь еще много родилось людей в Белоруссии, и в белорусском языке есть одно интересное правило, мы всегда с него смеялись. По-белорусски очень легко писать. Какое правило? Кто, помнишь Алексей? Скажи по-белорусски, как чуется, так и пишется. Как там говорится по-белорусски? Я уже подзабыл. Саш, помнишь? Так и пишется. Я родился в городе Бобруйск. Недавно зашел, чтобы найти этот город, он не записан там Бобруйск, он записан Бобруйск через А. Но раньше, в те времена, было через О. К чему я говорю? Очень многие люди читают Писание по-белорусски. Вот они вот прочитали этот текст, и говорят, вот, тут же написано, что человек есть дух, душа и тело. А ведь можно не по-белорусски прочитать, можно же по-другому прочитать. В человеке есть намного больше составляющих, но только три из них нуждаются в постоянной защите и охране Господа. Есть другие составляющие, которые в этой защите не нуждаются. Знаете, какие? Которые напрямую связаны с Творцом. Еврейский подход к Священным Писаниям описывает, как минимум, еще несколько составляющих в внутренности, в составной части человека. Я не буду про них говорить подробно, но назову только одну. Есть такое понятие, как «нышима». Кто знает, как «нышима» переводится с иврита? Дыхание жизни. И откуда мы знаем это? Это написано на первых страницах Библии, что когда Бог сотворял человека из праха земного, что он у него дыхнул? Душу или дух? Дух. Нет. Не дух. И не дыхание. И не душу. Там написано, «И вдохнул у него дыхание жизни. Нышима». Это какая-то такая часть, которая в этом стихе не описана. Она всегда находилась в лоне Творца. Вот как бы вот он содержит все нышимот, всех живых существ. И когда человек начинается, он посылает ее внутрь человека. И это определяет то составное в человеке, что непосредственно отвечает Писанием, где говорится, ты будешь образом и подобием Божьим. Потому что мы не знаем, как Бог выглядит. Нет рук и ногу Творца. Нет ушей и уст. Все это образы. Наш Небесный Отец, как мы читали в Кадише, превыше пояснений, объяснений и превозношений. Потому что, когда мы пытаемся своими словами описать Бога миров, Творца всех миров, мы, по сути, унижаем Его. Но есть нечто, что связывает и напоминает нам о нем, ему, о нас, образы, подобия. Это как раз та самая ныщема, дыхание жизни, которое нельзя осквернить, потому что это нету от Господа в нас. Есть один Псалом. Откройте его. Псалом 8. Я очень люблю этот Псалом. И там есть такие стихи. С 4 стиха. Когда я взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его? И Сын Человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его перед ангелами, славой и честью венчал его. В оригинальном иврите эти слова не звучат ангелами. Там написано Элухим. Кто есть Элухим? Господь Бог. Немного умолил его Ты перед собою. То есть человек есть вершина всего творения. Грех разрушил в нас вот эту славу и ту гармонию, которая должна была быть между дыханием жизни, давающей нам поток живительный для нашего духа, для нашей души, для нашего тела. И произошел внутренний дисбаланс. Но несмотря на это в послании к евреям в первой главе, в последних стихах, этот стих подтверждается, говоря, ибо ангелы суть служебные духи. Кто помнит эти места Писания? Можем открыть его на минутку? Это первая глава послания евреев. Я не помню стихи последних, два стиха, по-моему. Последний стих. Не все они про ангелы, а суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. И на самом деле ангелы — это силища. Мы не видим их. Наши глаза притупились. Грех, деградация человека, изгнание из рая, потоп, павелонское рассеяние. Все понизили нас до наших пяти стандартных процентов мозга. Поэтому мы не видим этот мир, духовный мир. Но ангелы, которые существуют, и по всей видимости двигаются между нам, и иногда, а может быть и иногда, но часто помогают с верующим людям. Как здесь написано, служебные духи. Они служат нам. Но, верните, прошлый стих, человек лишь немного умолен. Ешуа поднялся через страдания в ту позицию, которой от начала предназначен был человек. Но большинство из нас еще далеки от той позиции. Будет один день, когда мы будем в той позиции. Писание говорит, ибо будем подобны ему, потому что увидим его. Помните такие слова? Но сегодня мы заключены в тление, и тление скрывает от нас славу. И что-то там внутри нашей головы, нашего сердца понижено, что мы недостаточно видим. И поэтому Господь, Господь, все-таки напоминая нам о нашей ценности не только из-за дел, которые мы делаем, но из-за того, кто мы есть, напоминает нам, что каждый из нас образ и подобие Господня. Послушайте меня. Я на секунду хочу остановиться. Ты образ и подобие Божие. Ты в потенциале стоишь над ангелами. Ты образ и подобие Божие, хоть каждое утро ты встаешь, и у тебя где-нибудь в боку болит. И ты не знаешь, как заканчивается день. И ты не знаешь, как запланировать. И часто у тебя нету аппетита делать чего-то. но если ты будешь в настрое понимать, что Бог имеет на тебя большие виды, потому что ты внутри себя носишь нечто от его дыхания. Это дыхание там внутри. Вы знаете, Господь дал нам всего лишь несколько шагов, чтобы стимулировать тебя изнутри. Суета, которая вокруг нас, к сожалению, просто выбивает нас из колеи. Но все-таки есть пути, которыми мы можем внутреннего человека стимулировать. Кстати, есть такое местописание, которое про внутреннего человека говорит. Кто помнит его? Помните, написано в Библии в Новом Завете, что внешне нас человек тлеет каждый день. То есть мы подчинены вот этим законам, которые включил Адам через грех, которые сокрушают нам. Внешне нас человек тлеет, но внутренний со дня на день обновляет. Это про нашу ныщему. Вот про то, что непрозрывно связано с Богом и хотело бы больше оказывать влияние на все наше существо, на наш дух, на нашу душу, даже на наше тело, если мы только позволим. Есть три простых шага, которыми это делать. Сто раз мы про них уже говорили, сто первый я повторю, не поленюсь. Первый шаг это молитва и Библия. Молитва и Библия, как мы знаем, Исайя в первой главе говорит, приходите ко мне, говорит Господь, и рассудим. Кто помнит эти стихи? И если будете багряны, то есть в грехах красны, то я вас там написано как волну, как шерсть, как снег сделаю белыми. Что такое прийти и рассудить? Как к нему прийти? Кто он такой? Это прочитать и помолиться. Но нет других путей. Хочешь сходи в Иерусалим, еще говорит, не только на горе Сей, но в любом месте. То есть можно сходить в Иерусалим, здорово сходить в Иерусалим. Те люди, которые нас будут смотреть по видео, важно им знать, что здесь в Израиле они по-другому могут ощутить много вещей. Но по сути молитва и слово это прийти к нему и рассудим. И почаще нужно этого делать. К сожалению, даже на молитвенное собрание некоторым сложно прийти. Но я ободряю вас делать. Второй путь знать жертва. К сожалению, грех включил скверну. Скверна есть разделение. Из древних времен, чтобы преодолеть разделение, нужно было на кого-то переложить грех. Кто иногда чувствует, когда что-то ты сам сделал, совесть твоя нехороша, тебе хочется зайти в душ и вымыться. Было у кого-то такое ощущение? Это все с этим связано. Жертва она просто смывает нас, она на себя перетягивает. Это как губка, вот стол такой. Вылил ты что-то на стол, он стал грязный. ты стол, и дела твои, к сожалению, даже несмотря на то, что ты свят, и ты такой классный, и ты никогда не... Они часто выплескивают на стол этот всякую грязь, и нужно взять просто губку, и вот так вот ты протираешь, и там чисто становится. Ешуа для нас стал совершенной жертвой, хоть жертвы были и раньше, но потом, когда храм уничтожили, нету жертв, некоторые говорят, вот если бы был храм, мы бы пошли, мы там принесли жертвы, или говорят, вот будет третий храм, и там будет приноситься жертвы, так, да, про это написано в Иезекииле, но как это будет, я не знаю. Нерик, ты знаешь, как это будет? Тоже не знает. Он даже Нерик из Батьяма не знает, хоть он на сто километров ближе к Иерусалиму живет. И я не знаю, я спрашивал даже у людей, которые в Иерусалиме живут, как это будет, и они не знают, не понимают этот стих Писания, но суть такова. Мы нуждаемся в том, чтобы с нас снимался грех. Люди дорогие, веровать в Иешуа, это просто соединиться с понятием, что Он искупил тебя. Вот просто как каждое утро, некоторые привыкли каждое утро кушать овсяную кашу. Есть здесь такие? Нету. Есть. Вот Эдик просто соединился с этим концептом про овсяную кашу, да? Эдик нет, Айфраем полностью соединился с этим концептом. И он говорит, это полезно и здорово. И он даже не думая, встает утром непонятно во сколько. еще петухи не пропели. И у него еще глаза слипшиеся. Правильно? И он насыпает там полстакана этой каши в банку, я имею в виду в кастрюльку, заливает туда немного воды и ставит на газ, и она там сама доходит. Правильно? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Некоторые говорят здесь в Израиле. Знаете, мы по-разному можем относиться к религиозному служению Алексея Ледяева. Слышали такого, да? Но я когда-то слышал такие знаменитые слова, которые он сказал. Он когда-то там у себя в Риге проповедовал и сказал такие слова. Когда мы, имеется в виду они там, еще с костью вокруг дерева танцевали, евреи уже поклонялись единому Богу. Я помню такую цитату он сказал. И это говорит, знаете, о чем? Что, может быть, Ешуа стал русским Богом лет так, когда крещение Руси было? В 988. То, по крайней мере, многие в Израиле на 988 лет раньше уже знали его и знали, что жертва Машеха очищает. Итак, что может дать нашей Нешиме вот это желание влиять, не подавлять ее, а обновлять всю нашу внутренность. Это прийти к Господу через слово и молитву. Второе. Просто знать, что я им живу. Эта жертва за тебя пролита. Некоторые говорят, я не чувствую себя достаточно верующим. Я еще... Послушай меня. Никогда ты не будешь себя таким чувствовать. Я себя тоже никогда не чувствую. Я уверен, что чем больше человек, тем меньше себя чувствует. Павел вообще нанося пылью и прахом чувствовал. Здесь вообще нет чувств. Это часть нас для тебя и для меня. И когда вот это вот осознание есть, тогда ты намного проще и быстрее преодолеваешь греховные позывы твоей души. Третье, что очень пользительно, чтобы нам освящать нас, это инструкции священных писаний, которые невероятно просты. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Их можно назвать по-другому. Митцвод Адонай. Заповедь Божья. Кто меня любит, говорит Господь. Тот что соблюдет? Не так, как некоторые говорят. Я только верую, и я могу на стенку залезть. Ну попробуй, покажи мне. Вот я хочу посмотреть, как ты залезешь на стенку. Или по воде, может быть, пройдешься. Я очень хочу видеть чудеса и знамения. Но вы знаете, что называется чудесами и знамениями от Господа? Это когда что-то невероятное. А когда человек имитирует чудеса и знамения, знаете, как это называется? Правильно. Колдовство. Как? Или фокусы. Или колдовство, или фокусы. Я не хочу ничего имитировать. Я хочу чудеса Господни. Очень хочу. Но ничего не хочу имитировать. Потому что это или колдовство, или фокусы. А кто-то хочет фокусы? Болтинник, купите билет, посмотрите фокусы. Кто-то хочет колдовство, билет. за 2000 долларов, летите там в воду, вам они покажут вокруг дерева колдовство такое, что у вас волосы на голове встанут. Только потом не приходите, чтобы за вас помолились, там елеем помазали, освободили или чего-то. Сами выбрали. Но заповедь, она проста. Не на небе она, Писания говорят. Сюда дана нам. О, это сложно. 613, помните столько, да? На самом деле, нам 613, даже непонятна цифра, их не так много. Будь просто нормальным человеком, поступай по совести. И ты почувствуешь, что как и правильно делать. И даже не евреи, имеющие это инструкции, про них написано в Писании, говорится про них так. И язычник, не зная закона, но имея записанное в своем сердце, исполняет. Тем более, у нас, у кого Бог дал священные Писания. Ценность человека определяется по-человечески тем, что он оставляет за собой. По Божьей, она определяется только тем, что его суть, сущность Творца в определенной мере в тебе живет, там, внутри тебя. И это должно тебя делать желающим реально быть светом, пробуждаться. Когда Нерик толковал Писание, процитировал фразу из Второзакония пятой главе, что мы были в чреслах отцов наших, когда Бог давал Тору нашему народу. Вы знаете, что? Наша ныщема, дыхание жизни, которое Господь там поместил, она напрямую соединена с Ним. И она хочет расцветать, делать нас благоуханием, чтобы мы светили. А Бог соблюдет во всей полноте наш Дух, душу и тело до пришествия Господа нашего. И я думаю, вот это важный аспект нашей жизни и веры. Я хочу помолиться. Не против? Давайте закроем наши глаза, кто хочет встать, кто хочет лечь. Небесный Отец, фу! Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты каждому дал осознать слова, которые записаны в Писании и которые говорят любовью вечно я возлюбил вас. Тебя, конкретно Тебя. И Ты дорог в глазах моих. И Ты многоценен в глазах моих. Как личность один, как часть народа израильского, которым Бог исправляет. Господь, помоги нам, помоги нам во всем следовать за Тобою, поддержи душу нашу, напитай ее жизнью, помоги нам в простоте следовать за Тобою, дай нам, Господь, Твой шалом. Прошу Тебя, пошли, еще, еще. Я хочу сделать верката кухоним, давайте встанем, всех, кто еще сидит. И варек лиха, одонай, ваишмириха. Яэр, одонай, панавелиха, въиххониха. Иса, одонай, панавелиха, въясем лиха шалом. Господи, помоги нам, хадит, Твоем шалом. Вашем, Ишу, амеших. Згажем амэн. Амэн.